Ежегодно с 2004 года 14 июня отмечается Всемирный день донора. Это один из самых молодых международных праздников. Мировая наука еще не научилась искусственно синтезировать кровь и ее компоненты. По этой причине именно доноры являются практически единственной надеждой больных и травмированных людей, которые срочно нуждаются в переливании крови. Наша съемочная группа побывала в Центральной клинической районной больнице в отделении, откуда начинается спасение жизни человека. Наша съемочная группа побывала в отделении переливания крови в обычный приемный день. После заполнения анкеты и обследования у человека берут кровь. Кроме прочего, она будет еще обследована и на различные инфекции. Берем такие обследования, как гепатит, ВИЧ, сифилис и общий анализ крови. Владимир Курдюков, житель города Видное, студент Московского медицинского колледжа, в этот день пришел сдавать кровь в первый раз. Я знаю, что проблема с кровью очень остро стоит. Не хватает третьей положительной крови, очень редкая. Ну и вообще всей крови не хватает, поэтому надо как-то брать общими усилиями. Мы участвуем в проекте «Дорога». Все дорожно-транспортные происшествия, участники дорожно-транспортных происшествий попадают в нашу больницу, в нашу реанимацию. На территории больничного городка расположен перинатальный центр, которому тоже ежедневно требуется кровь. Многие доноры жалуются на то, что их не отпускают с работы. Вот отношение руководителей несколько, я бы сказала, не демократичное по отношению к донорству. Николай Звринчук, сотрудник ПТО городского хозяйства, с 25 лет сдает свою кровь. И помнит те времена, когда донорство было в почете. Когда я раньше сдал плазму, мне вторая зарплата была, в принципе, вот так я получал. За одну задачу я получал 60 рублей, когда при средней зарплате 120. Проблема донорства стоит очень остро. Вот чтобы хватило крови, допустим, для оказания экстренной помощи, необходимо на каждую тысячу населения 50, в среднем 50 доноров. В рамках Международного дня донора в Ленинском районе ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший донор Подмосковья». Ольга Артамонова – одна из победительниц. Она работает в детской соматике. Более 30 раз сдавала кровь. Моя кровь помогает другим людям. Победителем конкурса стал и Сергей Сидоренко. Сотрудник МЧС «Ходынкин» Сергей за пропаганду донорства тоже стал победителем. Я хочу поздравить всех доноров нашего Ленинского района со Всемирным днём донора. Донорство – это состояние души, это состояние вашей души. И большое вам огромное сердечное спасибо за спасенные жизни. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.